Здравствуйте! В эфире главные новости Крымского района. 27 сентября воспитатели и все работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. Также в этот день по календарю Всемирный день туризма. Чем еще запомнилась уходящая неделя корреспондентам крымского экрана, расскажем я, Наталья Харламова и мои коллеги в итоговом выпуске программы «Новости 24 Крымский». Вот лишь некоторые его темы. Опасные дороги в Крымске по машинам бьют сухостои. Сказочный город встречает гостей, чей дом самый лучший. Итоги конкурса «Дом образцового содержания». Птицы для души. Кто из пернатыха достоин этого звания? В Сочи открылся 12-й международный инвестиционный форум «Сочи-2013». Пленарное совещание проходит на ледовой арене. Его тема – взаимосвязь экономического развития и качество жизни. В совещании принимает участие и губернатор Кубани Александр Ткачев. В Сочи 27 сентября прошел деловой завтрак на тему «Мегапроекты, инвестиции или где граница». Модератором выступил председатель правления Сбербанка России Герман Греф. В зале собрались председатели федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, бизнесмены и эксперты. В дискуссии принял участие губернатор Кубани Александр Ткачев. Говорили о том, что в условиях слабого экономического роста многие страны связывают свои надежды с реализацией мегапроектов. Участники дискуссии обсудили, почему одни проекты становятся точками роста, а другие превращаются в пример отсутствия навыков проектного управления. Каким критериям должен соответствовать мегапроект, чтобы быть удачным? Как реализовывать его так, чтобы он затронул развитие всех направлений экономики и общественной жизни? Впервые Сочинский международный форум, который стал доброй традицией не только для Сочи, не только для Краснодарского края, а для всей нашей страны, пройдет здесь, в самом центре будущей Олимпиады в Олимпийском барке, где ровно через 133 дня пройдет первая в истории новейшей России и 22-я по счету зимняя Олимпиада. Проведение столь масштабного мероприятия, а в этом году по количеству участников форум побил все предыдущие рекорды, для организаторов Олимпийских игр, для владельцев Олимпийской инфраструктуры станет настоящим экзаменом на предмет готовности к проведению самого масштабного, самого красочного спортивного праздника в мире. Олимпиада во многом изменила наш край, нашу Кубань, людей, и, конечно, это во многом влияет на имидж не только нашего региона, но и страны. Я хочу сказать еще одно новшество. Здесь буквально в 500 метрах построен конькобежный центр. В будущем году, после Олимпиады, в этом центре порядка 20 тысяч метров будет проходить форум, 13-й форум международно-экономический в Сочи. Герман Греф отметил, что для России самый мощный мегапроект сегодня – это Олимпийские игры. Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, курирующий подготовку Олимпиады в Сочи, подчеркнул, игры – это не просто проект, они послужили поводом для создания качественно нового города с новой инфраструктурой. Жуков отметил, что нельзя считать только экономический эффект от Олимпиады. Этот мегапроект имеет еще и политическое и социальное значение. Благодаря ему формируется совершенно новый уровень жизни людей, развиваются новые сферы. В пример Жуков привел волонтерское движение и стандарты безбарьерной среды. Это то, чего раньше в Сочи не было. Краснодарский край взял на себя обязательства по реализации еще семи мегапроектов. Это газопровод «Южный поток», горно-климатический курорт «Лаганаки», скоростная трасса «Формулы-1», строительство «Порта Тамань», Новороссийский транспортный узел и обход Краснодарского железнодорожного узла. Также будут созданы два промышленных технопарка. По словам участников встреч, эти проекты – ядро, вокруг которого будет развиваться весь бизнес – от крупных корпораций до малых предприятий. Это позволит привлечь в регион инновации, запустить высокотехнологичные производства, сообщает пресс-служба губернатора Краснодарского края. В Крымске порывами ветра свалило огромное старое дерево. На месте происшествия побывали наши корреспонденты. Сухое дерево высотой около 16 метров обрушилось на проезжую часть по улице Луначарского. К счастью, пострадавших нет. Но вот автомобиль нуждается в серьезном ремонте, который обойдет своего владельцу в крупную сумму. Очевидцы происшествия, опытные водители, прикинули, что, скорее всего, около 100 тысяч рублей понадобится на восстановление пострадавшей «Тойоты». А страховая компания, к сожалению, страхует только дорожно-транспортные происшествия. Да и водитель, пострадавший на марке Андрей Романенко, материальных убытков не понесет, так как машина находится в собственности Абинского электрометаллургического завода. В данной ситуации страховая компания по ОСАГО не покрывает ущерб из-за природных явлений. Андрей Романенко в такой ситуации впервые, только спустя время начал осознавать, насколько она опасна. Ведь если бы он не успел вовремя затормозить, последствия могли быть куда хуже. Изначально мысли не какие-то. Час начинает доходить. Пассажирка, которая находилась со мной, закричала. Я просто по сторонам посмотрел, но я никак не мог ожидать, что может упасть дерево. Если бы старые сухие деревья были вовремя спилены, такого казуса не произошло, говорят очевидцы. Некоторые даже пытались бороться с проблемой самостоятельно. По городу Крымску уже это не первый случай, я знаю. Я еще, когда в магазине спецтехника еще не работал, предлагал нашей администрации, вот здесь представители администрации еще старые, давайте будем выпиливать вот эти деревья. Там один из чиновников мне сказал, что это надо кучу документов, если начнете сами выпиливать, это 200 тысяч как минимум штрафа. В Крымске было много аварийных деревьев. Часть убрали, а часть до сих пор представляют угрозу жизни и здоровью крымчан. Но после этого происшествия, возможно, местные власти обратят внимание и на этот участок. Или подождем следующую жертву. Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск. Город Крымск и Крымский район готовятся к зиме. Объекты социальной сферы к встрече с холодами готовы на 100%, там говорят специалисты. В преддверии же зимы обострилась проблема аварийных домов. Некоторых из них незаконно проживают люди. На улице Адагумской побывали мои коллеги. В аварийном доме по Адагумской живут 13 человек. Большая часть из них дети школьного возраста. Ольга Зверева была прописана в этом 30-м доме и оплачивала коммунальные услуги. Сейчас в здании нет воды и газа. Его должны снести. Живем, потому что мамина квартира была. Квартира документальная, ну как бы мы ее не переоформляли, нас несколько детей. Мы были в детском доме, мы как бы и не знали. Ну прописаны и прописаны. Мы не знали, что как оно вообще. А квартира выдавалась когда-то еще, давно комбинатом. Комбинат не передал документы городу. Мы ходили в архив, мы ходили в Краснодар, заявку делали. Нигде документов на эти дома нет. То есть здесь просто отмахнулись от нас. В том плане, что это отдельное государство, вы сами как хотите, то и делаете. Что хотите, то и делаете. И мы вот это все документы уже. После наводнения я уже сделала на себя документы. На себя, на детей, в соц.нах. Все это мы сделали. А как бы прописаны мы больше 10 лет. Количество соседей постепенно растет. Рядом со Зверевыми живет еще одна семья. Они до наводнения снимали в этом доме квартиру. Летом вернулись, сделали ремонт. Теперь за аренду здесь платить не надо, ведь дома по документам нет. В одном месте жил, но я не тянул 8 тысяч квартир без коммуналки. Я не потянул. Двое детей, они в 25-й школе учатся. Здесь отремонтировал, сюда переехал 1 сентября. Здесь сейчас пока находимся. А снесут, тогда не знаю, куда идти. Проживание в аварийном доме противоречит закону. Заселение такого жилья называют самозахватом. Реагирует ли на это власти? Семко приезжал, он спросил, чем помочь. Юриста, адвоката, бесплатного, как бы, или хотя бы что-то, ну, как-то все равно, что административное дело. Как бы, это ж, я сама не могу ничего. Трое детей, все несовершеннолетние. Куда мне, мать-единочка по документам. Как бы, ну, сказал, вызовем на комиссию. Вот ждемся. Данные бараки все были признаны аварийными. Там осталась на проживании одна семья, потому что она с решением суда не согласна. Дело сейчас находится на обжаловании в нашем крымском районном суде. Администрация наставит на том, чтобы эту семью туда выселить. Значит, там нет никаких условий для проживания ни воды, ни света, ни электричества. Значит, также такие же мероприятия по отключению данных услуг от электричества будут произведены на всех домах по решению суда, которые были признаны аварийными, непригодными для проживания с понедельника. Мы начнем проводить данную работу. А также в ближайшее время будет принято решение по сносу данного барака. Семья ей все предоставили для того, чтобы она могла переехать и жить в нормальных условиях. Но они не хотят воспользоваться той услугой и остаются жить в своем доме. Неужели предлагаемое администрации жилье хуже нынешнего? Как в отсутствии условий взрослые будут зимовать со своими детьми? Но, пожалуй, последний вопрос мало волнует самих родителей. Светлана Поляруш, Владимир Попов, Анатолий Мажухин. Новости 24 Крымск. У героев нашего следующего сюжета совершенно иная ситуация. По всему видно, что они очень любят свой дом. Вероника Ежова убедилась в этом. 40 частных и 11 новопартирных домов в Крымске претендуют на звание «Образцовый». Традиционный городской конкурс стартовал 1 сентября. И вот сейчас, в преддверии Дня города, подводят его итоги. Такой смотр-конкурс помогает повысить качество внешнего благоустройства городских территорий, уверены его организаторы. Итоговый экзамен конкурсанты сдавали городской комиссии под председательством Василия Ильенко. Условия какие? Для индивидуальных домов. Это должна быть прилегающая территория благоустроенной. На прилегающей территории должны быть либо разбитые клумбы, либо разбитые газоны, наличие зеленых насаждений, наличие аншлага дома с наименованием улицы и номера дома. Изгород должна быть благоустроена. Фасад дома должен быть также покрашен, побелен, должен быть опрятным. И дворовая территория дома должна быть благоустроенной. К многоквартирным домам предъявляются те же требования, плюс обязательное участие жителей дома в субботниках. Для некоторых крымчан это не первый конкурс. Семья Бедросян уже имеет табличку «Дом образцового содержания». Теперь это звание они должны подтвердить. Четырех раз я один раз побеждала. Надеюсь, этот раз тоже побеждать буду. Впервые в конкурсе приняла участие Светлана Ермолаева, учительница начальных классов. Свою территорию она превратила в сказку. Создавать волшебную атмосферу во дворе своего дома помогает ей вся семья. Впервые свои апартаменты продемонстрировала и Елена Чубренко. Она работает кондитером, где изготавливает высокохудожественные торты. Творческую натуру женщины нельзя не заметить. Ее двор напоминает целый ботанический сад. Прекрасно, когда человек сам хочет украсить свою жизнь, сделать ее более интересной. И поэтому мы выбрали сад. Мы можем заниматься, ну наша семья, и другими творческими работами, делать там поделки разные. Ну а сад как бы это приоритет. Все домовладения отличаются друг от друга яркой индивидуальностью. Кто-то выращивает редкий вид растений, кто-то экзотические фрукты, ну а у кого-то дом необычной формы. Здесь во всем чувствуется любовь и заботливые руки хозяев. Делаем для себя, делаем красоту. Я считаю, если бы каждый человек в городе делал это все для себя, не думал, что авось кто-то придет и сделает. Но вот выпалываем аж до самой дороги траву костим. Нам приятно. Если бы каждый это делал возле себя, город был бы чище намного. Все участники по итогам конкурса будут награждены в торжественной обстановке. Почетная грамота администрации Крымского городского поселения, Совета депутатов городского поселения, табличка «Дом образцового содержания» и ценный подарок. Но ценный подарок пока держится в секрете. Ну а кто получит табличку «Дом образцового содержания» и ценный подарок, узнаем уже скоро, 30 сентября, в понедельник. Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каспийский трубопроводный консорциум уже не впервые участвует в благотворительных акциях. С 1998 года они оказывают помощь в сфере медицины и образования. Ну а в этом году по просьбе Анатолия Разумеева – спорту. Представитель КТК Виктор Волгин признается, что за долгие годы работы в компании такого большого подарка он еще не вручал. Я все время пытаюсь называть, он называется Кинг-Лонг, я его Кинг-Конгом называю, но я думаю, что это будет хороший автобус, который позволит вам безопасно передвигаться на все ваши соревнования. Поэтому позвольте мне вручить ключи от этого автобуса директору школы и пожелать вам успеха в спорте. Спасибо. Автобус рассчитан на 49 мест, оснащен телевизором, портативным DVD, кондиционером и ремнями безопасности. Я думаю, что это прекрасный подарок и спасибо спонсорам, потому что мы этого давно ждали. И вот вы видели сейчас эти дети, которые видят, с какими глазами они смотрят. 49 мест, это представьте, это две команды, может детей сесть и поехать на любой уровень соревнований. Новые владельцы так называемого Кинг-Конга, воспитанники ДИСУШа по игровым видам спорта тут же приступили к планированию дальних поездок и делились своими эмоциями. Автобус красивый, офигенный. Да, прикольный автобус, все. Внутри много места. Теперь воспитанники школы по игровым видам спорта активно повышают свое мастерство, ведь такой подарок для ребят – стимул для новых побед. Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск. Крымск готовится ко дню города. В этот раз его отметят 5 октября. В преддверии этого события уже проходят праздничные мероприятия. Об одном из них в продолжении выпуска. Со слезами на глазах смотрели фильм, посвященный Дню памяти летчик 46-го гвардейского атаманского авиаполка, который в годы Великой Отечественной войны защищал Кубань. В сентябре 1943 года Крымский район от фашистских захватчиков освобождала советская армия вместе с девушками-летчицами. Этот полк был сформирован по инициативе прославленной летчицы Марины Расковой. В небе Кубани погибло 16 летчиков женского авиаполка. 10 из них на территории Крымского района. В боях по прорыву голубой линии. Девичий полк, как их тогда называли фашисты, ночные ведьмы, воевали на Кубани 8 месяцев. С 8 февраля по 9 октября 1943 года налеты на вражеские войска они совершали с аэродрома в поселке Пересыпь. Некоторые из них не возвращались с боевых заданий. Этим летом на 92-м году жизни скончалась последняя летчица – заместитель эскадрильи 46-го гвардейского атаманского авиаполка. О том, как героические летчицы приезжали на места боевой славы, вспоминают до сих пор. Они приехали с целью, чтобы пообщаться между собой, выбрали именно Краснодар, выбрали Кубань, короче. И в это же время они хотели провести мероприятие, то есть День памяти. В чем заключалось это мероприятие? Они решили посетить все населенные пункты, где базировались их аэродромы во время войны. И решили побывать у всех могил, где похоронены их боевые подруги. Более 40 книг написано по воспоминаниям девушек летчиц 46-го гвардейского атаманского авиаполка. Одна из них была представлена на встрече в музее молодежи, ветеранов войны и краеведов. Она называется «Они мечтали о мирном небе». Светлана Поляруш, Анатолий Мажухин, Новости, 24 Крымск. Поздравление от президента принимала 90-летняя жительница города Крымска. На юбилеи побывали и мои коллеги. Юбилей 90 лет отметила крымчанка Надежда Артемьева. В день рождения в адрес именинницы звучало много добрых слов и пожеланий. Поздравил долгожительницу и глава города Александр Семко. Надежда Александровна, с юбилеем вас. Чтобы вы так всегда улыбались, чтобы все было хорошо и все нормально. Ой, ну и хорошо. Это от города, от района и от президента самого. Тут и открыточка, и все, и теплая вещь, и все, что хочешь. Вот и хорошо, что вы меня не забываете. Так ибо вас можно забыть. Виновницу торжества чествовали и коллеги. В управлении пенсионного фонда она отработала более 35 лет. За добросовестный труд награждена двумя медалями. Дорогая Ангелия Александровна, коллеги в управлении пенсионного фонда в Крымском районе от всей души поздравляет вас за многолетние, с днем рождения. Желает вам всего самого доброго, хорошего. Мы чтим вас за ваш многолетний добросовестный труд на благо наших же пенсионеров, нашего же Крымского района. От всей души желаем всего самого-самого хорошего, счастья, удачи во всем. У Надежды Артемьева есть все, и семья, и друзья, и все они приходят к ней за мудрым советом. Вот только здоровье у крымчанки уже пошатнулось. Работу по дому выполнять самостоятельно она не в состоянии. Вот помогают мне соцработники и готовят, и помогают всячески. И девочки с райцебеса, они меня не забывают. Надежда Александровна – представитель нашего золотого фонда. Она не только мудрый человек, но и гордость горожан – пример для подражания. Вероника Ежова, Владимир Попов, Новости 24, Крымск. 27 сентября в России отмечается новый общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. С наставниками самых юных крымчан знакомилась Светлана Поляруш. Жу, булку и встань! 27 сентября все работники детских садов, воспитатели и их помощники принимают поздравления. Раскрыть детские таланты, вывести в жизнь – одна из тысяч задач педагога в детском учреждении. Светлана Купреева работает в третьем детском саду со дня его открытия. Более 30 лет. Она воспитывает самых маленьких деток 2-3 лет. Как о ней отзывается старший воспитатель Валентина Владимировна, Светлана Николаевна – педагог от Бога, талантливая и яркая личность. Светлана Николаевна сочиняет замечательные стихи. Любую тему она может раскрыть в стихотворной форме. И вот недавно прошел у нас масштабный проект в детском саду «Детский сад наш так хорош». Светлана Николаевна с маленькими детьми представила проект «Игрушка забава есть, пользуя от нее не счесть». И весь ее проект был в стихотворной форме. Это, надо сказать, единственный воспитатель, который может с маленькими детьми вот такого возраста выступить публично. Уже приходят в ясельную группу мамы и папы с малышами, которые сами воспитывались у Светланы Николаевны. Они просят, чтобы их чадо развивалось под присмотром именно этого воспитателя. Работа с самыми маленькими детьми ответственная и требует особого терпения. Даже когда приходят к нам новые родители, они спрашивают, а кто будет набирать деток? Светлана Николаевна? Светлана Николаевна. Это очень ответственный, очень трудолюбивый человек. Она порой работает и целыми днями, с утра до вечера, никогда не отказывает. Но любит, она любит очень свою работу. Совсем нелегкий труд воспитателя, когда нужно уделить внимание десятку крох с разным развитием и настроением, Светлана Николаевна считает простым. У меня образование плюс призвание, призвание, еще раз призвание. Работа наша простая – любить детей, играть с ними, делать так, чтобы было хорошо, весело, чтобы они шли с удовольствием в детский сад и чувствовали себя здесь даже лучше, чем дома. Дети так привязываются и проникаются любовью к Светлане Купреевой, что иногда называют ее мамой. Бывает, особенно когда приходят и проникаются к воспитателю, видят, что тетя добрая. Бывает, что ее мамой называют. Ну, меня чаще бабой называют, бабушкой. После встречи со Светланой Николаевной возникает желание, чтобы таких педагогов с призванием и образованием было как можно больше в наших детских учреждениях. Кстати, в третьем детском саду больше 50% педагогов имеют рабочий стаж более 20 лет. Светлана Поляруш, Владимир Попов, Новости, 24, Крымск. Птицы для души. Так называют доморощенных фазанов. Чем привлекают эти пернатые, знают корреспонденты крымского экрана. В 5 утра эти красивые птицы начинают оповещать хозяев о том, что солнце встало. Крупные петухи им в подметке не годятся по силе голоса. Фазановодством Владимир Быков начал заниматься 20 лет назад. В основном это для души. Так бывает. Одно продал, другое купил. А так вот на этом деле сильно не разбогатеешь. Это так главное. Пришел, тут они чирикают, свистят. Они все по-разному. Одни свистят, другие курлыкают. Это услышно как они там. Поэтому дело такое любительское. Задолго до этого в 16-летнем возрасте Быков стал охотником. Однако увлекшись этой прекрасной птицей, фазанов не стреляет. Говорит, что больше гоняет по лесу собаками дичь. Лет 20 уже занимаемся птичками этими. В основном фазаны, павлины. Ну и курочки. А это с детства. К животным. Все время что-то заводил, приводил, приносил. И так оно осталось с садами. Владимир Викторович несколько раз в разговоре назвал любимых фазанов курами. Пришлось заглянуть в Википедию. Оказалось, фазаны относятся к отряду курообразных. Представители рода живут в стадами, в лесах и кустарниках, распространены от Азии на западе и до Китая и Японии на востоке. Завезены и акклиматизированы в ряде мест Европы и Северной Америки. Сейчас у меня находятся виды серебряные, свайные, золотые, синие, ушастые, алмазные. А потом будем расширять еще. В выведении птенцов принимают участие только самки. Живут в полях, также в речных камышовых долинах, лесах с подлесками и на кустарниковых участках. Едят моллюсков, червей, пауков, мокриц, муравьев, жуков, улиток, некрупных мышей, ящериц и прочее. Наш герой кормит их разнообразно, а десерт для них – арбуз. Сейчас они любят это дело. И уход такой же, как и за курами. Едят они все – зерно, траву. Ухаживать за большой стаей помогает Владимиру Викторовичу супруга Людмила Петровна. Она давно смирилась с увлечением мужа фазанами и активно ему помогает. Она ими занимается, кормит, убирает, перебирает. Они в цыплятке еще бывают, потому что у них тепло, чтобы было вольерчики маленькие, лампочки. Потому что они холодно всегда не переносят. Фазаны – украшение любого приусадебного участка. Изобилие фантастических красок, множество необычных форм, симфоний голосов, грациозности, походки. Они отличаются широким и длинным хохолком на голове, красивым воротником в виде мантии и длинным ступенчатым хвостом. А длинные ноги снабжены шпорами. Эти интересные существа стоят того, чтобы ими серьезно заниматься. Любительское фазановодство – не только источник биологических знаний и эстетического наслаждения чудесной живой природой, но и хорошее подспорье в снабжении семьи продуктами птицеводства – мясом, яйцами, пухом, так как мясо и яйца этих птиц – прекрасная диетическая, легкоусвояемая пища, а пух и перья пригодятся в домашнем хозяйстве. Я магазины вообще сюда не переношу. Яйцо только свое? Да. Куриное мясо? Не ем. Курицу не ем. Только яйца еще жарим. Кстати, это единственная птица в нашей фауне, которая не только поедает колорадского жука, но и считает его излюбленной пищей. Если запустить фазанов, предварительно подрезав крылья, на картофельные поля, то они за 2-3 года могут вообще уничтожить жука в данной местности. Кроме того, поедая жука, птица отлично жиреет. Поэтому фазанов можно просто откармливать на картофельных полях, пораженных короладским жуком. Владимир Быков фазановодством занимается не только дома, но и в Крымском обществе охотников и рыболовов, где работает уже 13 лет. А я птичек не стреляю. Ну, фазаны, фазана вообще не стреляю уже на лет 15. Жалко вроде того. А так на кабана ходил, сейчас кабана нету, поэтому оно... Главное, собаки есть, там меня собаками пошел, погоняли. Сегодня рядом с Варнавским водохранилищем растут 100 фазанчиков. В середине октября, когда они окрасятся, их выпустят на волю. Светлана Поляруш, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск. Это были и главные новости Крымского района. Смотрите нас ежедневно в 19 часов 30 минут и в любое удобное для вас время в интернете по адресу www.krymstv.com. Вы будете в курсе всех событий. О погоде на завтра вы узнаете прямо сейчас. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Главное, крепкого здоровья. Удачи во всех делах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!